Снова здравствуйте! Меня зовут Денис Варламов и я приветствую вас на своем канале Солнце на Спице. Мы в Нью-Йорке и сегодня будем с вами говорить об эмиграции. Посетим с вами остров Элис или остров слез, как его называли иммигранты. Правда, для кого-то он был и островом надежды, потому что для кого-то открывалась дорога в Америку, а кого-то разворачивали обратно. Ну и, разумеется, посетим символ Соединенных Штатов Америки, статую Свободы. Ветреная и дождливая погода в Нью-Йорке совершенно не располагала к морским прогулкам, однако я все равно решился. Остров Свободы и остров Элис, который расположен рядом, являются единым музейным комплексом. Ну а так как это острова, расположенные в Нью-Йоркском заливе, то добраться до них можно только с помощью парома, который отчаливает от Бетери парка в Манхэттене и следует сразу же на Остров Свободы. На обратном пути он заходит на остров Элис, где располагается музей иммиграции. Самые лучшие виды, разумеется, открываются с верхней палубы парома. Именно с этого ракурса сто лет назад прибывающие в Нью-Йорк иммигранты видели встречающую их статую Свободы. Если сейчас практически все иммигранты прибывают на территорию Соединенных Штатов Америки разные города. Это могут быть Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами. Но для кого какой город более удобен? И чаще всего это воздушный транспорт, это самолет. А тогда же сто лет назад, как правило, все иммигранты использовали единственный только способ, как можно было попасть в Америку, вот на таких вот больших океанских лайнерах подобных, как мы видели в фильме «Битаник» и против других фильмов, рассказывающих нам о той эпохе начала 20 века. Первое место, которое посещали иммигранты, разумеется, был город Нью-Йорк. Для этого им приходилось пройти процедуру досмотра, медицинского осмотра, освидетельствования, установления личности, ну и разные другие бюрократические моменты. Однако не все пассажиры, прибывающих в Нью-Йорк, пароходов проходили через Элис-Айленд. Например, пассажиры первого и второго класса проходили все необходимые досмотры и процедуры на борту корабля. А вот через Элис-Айленд проходили уже пассажиры третьего класса. Наверное, по уровню стресса, по масштабу бюрократии и по скорости с островом Элис, такая станция трансиммигрантов сейчас находится на границе с Мексикой. И иммигранты, которые прибывают из Мексики, попадают также в детеншины и переживают родных судов, что переживали иммигранты сто лет назад, попадая на остров Элис. Станция фильтрации иммигрантов на острове Элис была известна как самая большая в Соединенных Штатах Америки. И за 62 года работы с 1892 по 1954 годы, когда станция была закрыта, через остров прошло 12 миллионов иммигрантов. Главное здание станции напоминает импровизированный вокзал, на первом этаже которого прибывшие иммигранты оставляли свой багаж. Далее они проходили на второй этаж, где располагался зал регистрации. Для того, чтобы пройти медосмотр, нужно было зарегистрироваться у специальной стойки. Вот он этот зал со сводчатым потолком. Сейчас он пуст, но когда-то здесь располагались длинные ряды скамей и в конце были стойки регистрации. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно было отстоять длинную очередь. Далее следовали минуты мучительного ожидания, когда наконец-то вас пригласят к стойке. Пройдя стойку регистрации, иммигранты направлялись на третий этаж, где располагались смотровые комнаты и казармы временного размещения. Вот так выглядел центральный зал станции во времена ее работы. В среднем иммигрант проводил на острове от трех до пяти часов. Врачи и медсестры, наблюдая сверху за иммигрантами, отсеивали для дальнейшего осмотра хромавших или запыхавшихся, как возможных сердечных или туберкулезных больных. Судьба решалась здесь же в зале регистрации. Инспектор поднимал иммигрантам веки пальцем, шпилькой или чем попало, чтобы установить, нет ли у них трахомы. Иммигрантов, забракованных по состоянию здоровья, отмечали мелом прямо по одежде. Например, X в кружочке обозначало идиотию, большое E означало глазную болезнь, L – хромоту, а X – слабоумие. В самый разгар иммиграции каждый день до пяти тысяч усталых и встревоженных людей проходили через регистрационный зал. Иммигрантов, которых считали анархистами, большевиками или преступниками, помещали в детеншины или общежития и при первой же возможности отправляли обратно, как и некоторых больных. В одной такой спальне казарменного типа располагалось до 50 человек на вот таких подвесных кроватях корабельного типа. Довольно жуткое зрелище. Представьте себе, каково было спать в таких условиях в присутствии такого количества людей. На этой табличке написано, как жилось иммигрантам в этой комнате для сна. Когда ты спишь и 50 человек вокруг тебя, кто-то храпит, кто-то стонет во сне, выспаться невозможно. Недосмотр играл ключевую роль в судьбе иммигранта. Попадет ли он в Америку, или будет госпитализирован, или даже может быть отправлен домой. Взрослых помещали в больницу здесь же на острове, а детей, болевших корей, отправляли в дождь и холод паромом на материк. По оценкам историков, около 30% из них умирало потом от простуд. На этом музейном стенде представлены медицинские инструменты и приборы тех лет, которые использовались в медосмотрах иммигрантов. После проведения осмотра, иммигранты спускались по разделенной на три марша лестнице, называвшейся «Лестницей разлуки», потому что здесь у многих расходились пути. Правый марш вел к железнодорожной кассе, где иммигранты покупали билеты до любой точки США, кроме Нью-Йорка. Левый вел к парому, который курсировал между островом и Манхэттеном. На него садились мигранты, желавшие осесть в Нью-Йорке. Ну а тем, кому не посчастливилось успешно пройти медосмотр, а также все бюрократические процедуры, помещались в детеншн. Кстати, одиноких женщин, которых не встречали родственники или представители общества помощи иммигрантам, задерживали из опасения, что они могут стать жертвами эксплуатации или проститутками. Экспозиция музея, посвященная детеншн, показывает нам быт жизни иммигрантов на острове, когда они были помещены в изоляцию. Это было, можно сказать, проживание тюремного типа. Здесь представлен паспорт и разные памятки на различных языках. Вот, например, это на русском. Памятная книжка Соединенных Штатов Америки для сведения иммигрантов и иностранцев. Это инвалидное кресло тех лет и различные медицинские инструменты, которые применялись тогда для обследования и оказания медицинской помощи иммигрантам на острове Элис. Ну а это зал принятия решений, где рассматривались кейсы иммигрантов. И по каждому делу выносился вердикт о дальнейшей судьбе иммигранта и о его иммиграционном статусе. Разумеется, из иммиграционного изолятора можно было послать вот такую вот телеграмму родственникам. Жутковатые казенные коридоры, покрытые панелями из кафельной плитки, в полной мере передают атмосферу тех лет. Ну а здесь проводился единственный тест на определение умственных способностей. Иммигрант должен был из нескольких деревянных кусочков сложить кораблик. А это коллекция различных купюр, денег со всего мира, которые иммигранты привозили с собой в Америку. Они имели при себе эти деньги. Посмотрите, здесь, например, рубли Российской империи, а также различные другие деньги из разных стран мира со всего света. Ну а эта часть экспозиции напоминает этакий чердак, где собраны различные артефакты, старинные предметы, найденные в разных заброшенных зданиях острова Элис. Ведь действительно остров много лет находился в запустении, так как станция иммигрантов была закрыта в 1954 году. После 22 лет запустения в этом комплексе был открыт музей, а эти предметы пролежали в госпитальных зданиях все это время и потом были обнаружены и выставлены здесь в качестве экспонатов. Эта экспозиция посвящена тем вещам, которые иммигранты брали с собой в новую жизнь, покидая Европу, Старый Свет, Россию. Посмотрите, сколько всего. Этот стенд демонстрирует нам в разрезе трансатлантический лайнер Лузитания. На таких пребывали иммигранты в Америку в то время. Если главное здание комплекса станции фильтрации иммигрантов доступно для осмотра, оно работает в качестве музея, отреставрировано и безопасно, то другие здания находятся в аварийном состоянии, поэтому доступ туда в основном закрыт. Однако иногда проводятся редкие туры в качестве исключения. Давайте же вместе посмотрим, какие тайны хранят старые стены заброшенных корпусов госпиталя. Ведь эти старинные заброшенные госпитальные стены помнят страдания, слезы тех иммигрантов, которые проводили здесь долгие недели в ожидании вердикта по своему кейсу. Возможно, когда-нибудь эти здания реконструируют и откроют для публичного посещения. Пока же они представляют собой такое жуткое удручающее зрелище. Пустые комнаты, обшарпанные стены, гнилые полы, сырость, влага и портреты иммигрантов на стенах. Ну а это автоклав или дезинфекционная камера, где посредством высокого давления и горячего пара производилась дезинфекция подушек, одеял и постельного белья, на котором спали пациенты этого госпиталя. Не все пациенты пребывали в Америку в здоровом состоянии. У многих были болезни, которые вызывали летальный исход. И смертность среди пациентов этого госпиталя была довольно высокая, ведь им вовремя не оказывали медицинскую помощь в их странах и, возможно, они пребывали уже с довольно запущенными случаями. Это холодильники, где хранились трупы перед тем, как производилось вскрытие и дальнейшая кремация. Ну а это архив музея, где за определенную плату можно поискать информацию о своих родственниках, которые когда-то проходили через остров Элис в качестве эмигрантов. Здесь представлены различные исторические события 20 века, которые происходили во всем мире. И, собственно говоря, благодаря этим событиям возникали новые и новые волны эмиграции из различных частей света. Ну и следующий зал уже посвящен тому, как люди приобретают статус гражданина США. Далее по коридору я возвращаюсь в багажный зал первого этажа, где когда-то эмигранты оставляли свои чемоданы на то время, пока они проводили наверху для медосмотров и различных бюрократических процедур. Здесь мы завершаем нашу экскурсию по музею острова Элис и я приглашаю вас на соседний остров. Остров Свободы. Погода, конечно же, сегодня холодная, но это нас не остановит. Несмотря на ветер, все-таки я добрался до статуи Свободы. Первые упоминания об острове, на котором расположена статуя Свободы, датируется 1660 годом, когда остров приобрел голландский колонист Исаак Бедлоу. С тех пор остров стал называться его именем. Городским властям Нью-Йорка остров перешел только в собственность спустя 100 лет в 1758 году. Потом он был передан под юрисдикцию федерального правительства, а в 1811 году на острове был построен форт в виде 11-конечной звезды с целью защиты Нью-Йоркского залива от вторжения вражеских кораблей. Форт был частью грандиозной фортификационной системы для защиты города и его жителей. В книге, которую я купил на острове Свободы, представлены различные гравюры и фотографии тех лет. Мы можем себе представить, как выглядел форт до сооружения статуи Свободы. Согласно официальной информации, форт послужил стилобатом для педестала статуи Свободы. Однако, если мы посмотрим на фотографии на стендах, на гравюры в музее и в книге, какие-либо стены вокруг постамента отсутствуют. Отсмеюсь предположить в связи с этим, что, скорее всего, оригинальный форт был просто разобран во время проведения строительных работ. На основании этих гравюр и фотографий мы можем сделать выводы, что тот форт, который мы видим в основании статуи сейчас, является реконструкцией и точной копией оригинала. Свидетельством тому могут послужить гранитные блоки и плиты в изобилии, валяющейся вокруг острова Свободы прямо в водах Нью-Йоркского залива. Парадоксально, но мало кто знает полное название статуи Свободы. Свобода, озаряющая мир. Несмотря на плохую погоду, народу здесь, кстати, очень много на острове. Все ходят, смотрят, фотографируются. Обойдя статуи вокруг несколько раз, полюбовавшись ею и окончательно замерзнув, я пошел в музей, расположенный позади монумента. Сразу же от входа в музей статуи Свободы я направился к самому главному экспонату – оригинальному факелу статуи. Как мы видим, пламя на этом факеле было изначально задумано стеклянным и подсвечивалось изнутри. Таким образом, статуя выполняла роль маяка в Нью-Йоркском заливе. Однако при ее реконструкции в 1984 году выяснилось, что состояние факела аварийное. И его решено было демонтировать и изготовить новый взамен прежнего. Новый факел было решено сделать из металла и покрыть пламя с усальным золотом. А старый факел был помещен в экспозиции музея статуи. А эта немного жутковатая медная маска является уменьшенной копией детали головы статуи. Точнее, ее лицевой части. Экспозиция музея далее повествует о разных этапах создания монумента. О способах изготовления частей скульптуры. Здесь мы видим гипсовую модель части скульптуры, с помощью которой изготавливался деревянный молд. В такие молды вкладывался медный лист и далее рабочие киянками выстукивали медь, придавая ей необходимую форму. Здесь мы также видим уменьшенную копию правой ноги статуи. Этот макет показывает нам внутреннее инженерное устройство статуи. Как мы видим, она внутри имеет довольно сложные стальные конструкции. Что неудивительно, ведь статуя стоит на открытом месте и вынуждена противостоять ураганным ветрам. Следующий стенд нам демонстрирует различные варианты педестала статуи, предложенные на рассмотрение конкурсной комиссии на этапе создания монумента. Но в итоге, как мы видим, победил третий вариант, предложенный нью-йоркским архитектором Ричардом Моррисом Хантом. Как самый элегантный и не такой дорогой в изготовлении по сравнению с первоначальным, например, высоким вариантом педестала скульптуры. Помимо архитектурных моделей, которые демонстрируют структуру статуи и этапы ее создания, здесь мы можем видеть различные награды, сувенирную продукцию разных лет. Также плакаты и различную печатную продукцию, отражающую различные временные эпохи, которые связаны с жизнью Нью-Йорка и самой Статуи Свободы. Пока я ходил по музею, дождь прекратился и я решил пойти посмотреть на Статуи Свободы еще раз, обойти ее по кругу, сделать дополнительные видео и полюбоваться грандиозной статой на фоне серого дождливого неба. Давайте насладимся этими видами вместе. Я с радостью снимаю это видео для вас и делюсь им с вами. Однако, ни одно видео, ни одна фотография не способны передать ее энергетику и масштабы, когда ты стоишь у подножия ее педестала. Я купил самые доступные билеты для посещения самого Острова Свободы. Также для посещения доступен педестал Статуи и ее корона. Однако, из-за очень большого количества желающих подняться на корону Статуи Свободы, посмотреть ее изнутри, билеты нужно покупать сильно заранее, как минимум за полгода. И да, кстати, забыл об этом сказать, но для посещения Статуи Свободы доступны три опции. Первый вариант это посещение Острова Свободы, Острова Элис, также Музея Статуи Свободы и возможность ее обойти вокруг и подойти к ней близко, сделать потрясающие фотографии. Второй тип билетов открывает вам доступ в педестал Статуи. Вы можете подняться на все его уровни, включая верхний балкон и балюстраду. Ну и разумеется, третий тип билетов, самый, я бы сказал, такой козырный и самый труднодоступный, это, естественно, доступ в корону Статуи Свободы, чтобы насладиться панорамой Манхэттена из ее окон. И вот этот тип билетов, да, с посещением короны Статуи Свободы является самым недоступным. К этому этапу нужно готовиться сильно заранее, а точнее минимум за полгода, ведь желающих посетить Статуи довольно много. Статуя Свободы полна аллегорических символов. Например, в левой руке у нее скрижали статы провозглашения независимости Соединенных Штатов. На голове надета корона с семью лучами. Каждый луч символизирует свободу на каждом континенте. И 24 окна короны символизируют количество драгоценных камней на всем земном шаре. Погода сегодня ветреная, но это никому не мешает приехать посмотреть на настоящую Статуи Свободы. Такой вид открывается с острова Свободы на Манхэттен. Посмотрите, какое расстояние. Погода, к сожалению, сегодня не очень благоприятная, но, тем не менее, все равно очень интересно. Я получил огромное удовольствие посмотреть на такую страну. Я не знаю, что здесь живет, а побыть с ней так близко, рядом. Это довольно интересно всем советовать. Ну и в очередной раз замерзнув, я пошел, естественно, погреться в магазин сувениров. Магазин сувениров на острове Свободы довольно большой. Однако ничего особо интересного там нет. Ну, разве что вот этот чайник в виде пламени. Такие вот пенопластовые короны, различные сувениры в виде вот таких вот уточек для ванн, в облачении Статуи Свободы, ну и прочие другие мелочи. Спасибо за то, что были со мной. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. А у меня еще много чего интересного, о чем я готов рассказать вам в следующем выпуске. Спасибо, до новых встреч!